Здравствуйте, дорогие друзья! Я решил начать свой новый видеопроект под названием «Читаем книги», в котором я буду рассказывать о тех книгах, которые я читаю или уже прочитал, и которые, с моей точки зрения, заслуживают внимания, которые вызвали у меня такой живой отклик. И первая книга, с которой я хотел бы вас познакомить, это книга Георгия Ивановича Гурджиева «Рассказы Вильзевола своему внуку». Но я немножко ушиблен политикой, хотя я, в общем, не слишком в то же самое время политикой занимаюсь и интересуюсь, но тем не менее, как-то мне приходится, в общем-то, анализировать и рефлексировать, потому что действия политиков так или иначе затрагивают и меня. И мои друзья из разных стран мира, довольно-таки известные люди в своих Палестинах, говорят мне, ну что ты, мол, пишешь об этих отсталых, совершенно несовременных людях, о политиках, об этих конченых людях, которые просто не способны к какому-то обновлению, к восприятию новых прогрессивных идей. Ты вот о них все пишешь и пишешь, об этих геронтократах. Ну и в принципе и молодые тоже по той же колее идут, и вот им на смену приходят. Мы это видим, мы наблюдаем этот процесс. И тем не менее, возможно, что как раз книга Гурджиева, который, в общем-то, был одним из самых оригинальных умов и таких ярких индивидуальностей, поможет нам увидеть нечто новое, новую политику, и новую политику, политику будущего. Каким должен быть политик, и какой должна быть политика. И поэтому, я думаю, что эта книга мне в этом поможет. Я отрефлексировал то, что я читал. Я, ну, вывел некие уроки Георгия Ивановича Гурджиева для будущей, так скажем, политической элиты. Действительно, я считаю, что цель существования человека это развитие его индивидуальности, непохожести. Человек должен обязательно отличаться, он не должен никого повторять, потому что ничего хуже повторения нет. Повторение уместно только в изучении иностранных языков, и, ну, когда-то какой-то там рефрен в поэзии, или там милый припевчик в песенке. Но в остальном, конечно, когда речь идёт о мышлении, вот повторяемость это равносильно такой эффекту вот этой дурной бесконечности. Поговорим об уроках Георгия Ивановича Гурджиева. Георгий Иванович Гурджиев как политический мыслитель. Итак, я уже сказал, что одна из моих интенций это формирование новой мировой политической элиты, которая придёт на смену кретинам и циникам. Я остаюсь идеалистом, хотя понимаю, что идеалы, как бы, их надо защищать с одной стороны, но с другой стороны им, для них нет места в реальности. И вот эта элита должна прийти на смену этим людям и положить конец этому бройлерному воспроизводству политиков и заменить их какими-то, ну, философствующими людьми, размышляющими, умными людьми с идеалами. Я уже писал о Варламе Шаламове, и может быть, да, и я записал ролики на тему уроков Шаламова для политиков. Теперь очередь Гуджива, одного из самых оригинальных умов 20 века. Итак, первое. Не танцевать под чужую дудку, сопротивляться бессмысленным ритуалам, абсурдности процедуры, дурной повторяемости одной и той же дурацкой манипуляции, которая подавляет различные духовные и физические проявления естества. То есть ничего не надо терпеть. Не позволять никому показывать и направлять ваши действия. Кстати, религиозные обряды учат подчиняться манипуляциям. Действовать не из чужой, а из собственной инициативы. Так, настоящий политик должен быть источником инициативы. Второе. Не судить о достоинстве в соответствии с внешним показным видом. Этот принцип у Гуджива называется «вистаюруцнелл», то есть внешнее приобретение индивидуальности и значимости и утрата объективной сущности жизни. Говорить от себя и не обдумывать сказанное со всех сторон. Следовать принципу импровизации и спонтанности. Ну, политик должен импровизировать. Это нечто живое. Это вот нечто необходимое. В каждый момент мышление. Как только политик начинает говорить штампами, всё. Это уже не политик, это уже то прошлое, отжившее, что, ну, в общем, как-то и недостойно даже и поминать. Четвёртое. Препятствовать взаимному уничтожению и разрушению. Для этого необходимо создавать нормальные условия обычной жизни. Осознавать свои желания и стремления. Поощрять чувство святой «я боли, но сар», то есть желание быстрейшего самосовершенствования. И люди недалёкие называют это чувство нервозностью. Вот, в принципе, нервозность – это одно из проявлений желания совершенствоваться, да, и улучшать мир. Пятое. Никогда не самоуспокаиваться, давая место злому внутреннему Богу. Когда политик говорит, что у нас всё хорошо, но это сразу выдаёт в нём человека, который не на своём месте. Нельзя самоуспокаиваться. Когда я начал задумываться, да, я увидел столько проблем, боже мой, которые требуют решения, которые влияют на нас, на всех, как там, атмосферное давление, да, которого многие не видят, но ощущают на себе прекрасно, да. Самоуспокоение для политика – это, конечно, не должно этого быть. Но тут надо предостеречь и отложной активности, да, которая там, как бы, направлена на какие-то, какое-то достижение каких-то, как кажется, благородных целей, но на самом деле, что за этим стоит? Вот, в некоторых странах очень большое значение придаётся языку, да, его, там, сохранению. Но ведь надо понять, что язык – это всего лишь инструмент. И что, да, инструмент, с помощью которого мы мыслим. И не важно, на каком языке мы мыслим. Важно уметь мыслить, уметь понимать. То есть, понимаете, смешно, да, защищать язык, на котором строится Оруэлловское общество. Смешно. Надо защищать человечность, надо защищать идеалы, надо защищать человека и его права. Это моё мнение. И тут мне кажется, что я вполне совпадаю с Гурджиевым. На смену потребности в свободе должна прийти потребность в скорейшем самосовершенствовании, противоположная потребности в свободе. Но анимеция свобода и тоже это может быть просто как бы бессмысленное времяпрепровождение. Человек может сказать, я свободен делать всё, что я хочу. Но насколько эта активность будет способствовать его развитию и развитию социума. Он может убивать время просто, и это тоже будет проявлением свободы, но такой негативной. Поэтому нужно говорить не о свободе, скорее, а о потребности в самосовершенствовании. А свободное общество, оно создаёт эти возможности, да, то есть в виде бесплатного образования, там, курсов, каких-то вечерних школ и так далее, и так далее. Далее. Седьмое. Наличие совести. Органа, дающего импульс человеческому проявлению. Но это сложно довольно-таки, потому что человек действительно находит оправдание для всех своих каких-то неблаговидных поступков. Но, тем не менее, этот орган, совесть, должен давать импульс человеческому проявлению. Когда мы видим, что кому-то нужна помощь, какая-то поддерживающая среда, какое-то направление даже, да, мы... В принципе, вот эта совесть в нас, она и должна стать этим импульсом, который проявит нашу человечность. И обратите внимание, что вот... Ну вот, и этот... Эта совесть должна быть у политиков. Понимаете, конечно, несправедливо, это даже смешно, да, когда бедные там люди голосуют за богатых, за олигархов. Это какой-то идиотизм, да. Это совершенно понятно. Понятно, что если пособие на ребёнка там где-то в какой-то стране 50 евро в месяц, а привилегия депутата, вот этого парламента, так называемого, да, тысячи евро в месяц. Понятно, что, ну... О какой совести можно говорить и что можно ожидать, да, от этих депутатов. Вот так. Дальше. Устранение социальной иерархии или подразделения общества на касты. Люди равны, и равенство это должно быть также закреплено в материальном выражении. Сегодня оно существует автоматически, без участия в воле и сознании. Нужно преодолеть автоматизм социального устройства. Но, действительно, неравенство способствует чему? Презрению. Презрение способствует закреплению несправедливости и такому напряжению в обществе, да, когда люди несчастны. И дальше запускаются какие-то деструктивные механизмы, саморазрушительные и всё такое. Поэтому, конечно, социальное равенство, оно... И это одно из основных... Одно из основных, как бы, базовых моментов. И в том числе материальное, так, более-менее равенство, да, не должно быть очень бедных и очень богатых. Должна быть какая-то середина. Вот. И вот к этой мере, да, к этой золотой середине должны стремиться политики, конечно. Ну, а как это может быть достигнуто? Ну, конечно, поднять человека с колен, да, можно с помощью, дав ему и... как-то вдохнув в него силу эту, да, уверенность в себе и чувство значимости, собственно, можно с помощью гражданской зарплаты, да, безусловного, основного дохода, например. Он будет получать просто потому, что он член этого общества, этого соцсума, и, возможно, он распорядится этими деньгами с умом и что-то такое создаст. По крайней мере, это как-то спровоцирует и внутренний спрос, да, экономический. И в то же самое время сделать такую прогрессивную шкалу налогообложения, потому что богатые должны платить больше и тем самым пополнить вот бюджет, немножко перераспределить эти блага. Что? Чем, в принципе, и должны заниматься политики, да. Дальше. Обладатели оружия быстро противопоставляют себя другим группам существ. Новая элита должна избегать политики силы и насилия, угрозы ее применения, но должна обладать священным импульсом, называемым совестью. У силовиков совести нет. Но мы знаем, что люди, в принципе, которые имеют право на насилие, готовы в любой момент по приказу и без даже его применить. И с этим трудно что-то делать. Поэтому вот эта политика силы и политика насилия, она должна, в принципе, постепенно эволюционировать ей на смену должна прийти политика без проигрышного мышления, я бы так сказал. Когда как бы все у всех есть совесть, которая будет напоминать о необходимости более справедливого социального устройства, да, вот, и будет служить таким мотивацией, такой мотивацией для создания вот этих вот условий, при которых все выигрыши находятся. Десятое. Причина ненависти, именно хитрости, сила одних в стремлении перевалить на чужой горб свои различные неизбежные усилия, то есть неравенство каст. Ну вот опять же, да, это неравенство. Кстати, проблема равенства, она очень серьезная, и пока этим всерьез не озаботятся политики нового времени, новой волны, старые этим не будут заниматься, потому что они просто не понимают, у них нет этого органа совести, они этого не понимают, что такое равенство. Мы не достигнем общества, в котором отсутствует ненависть. Одиннадцатое. Общество нельзя доводить до крайностей и протестов. Крайности и протесты конечно нельзя, но каким образом достигается это перемирие такое, этот мир. С помощью пропаганды конечно, раз, с помощью минимального уровня бедности, который в принципе обеспечивается государством, алкоголя религии, который просто смешно, это смешно, как людьми манипулируют, это недостойно политиков нового времени, это недостойно, поэтому профилактика этих крайних проявлений вот этого радикализма, она должна и протестов, она должна начинаться с реальных усилий, с усилий совести и с реальной помощи, да, и реальной поддержки людей, реального изменения их жизни к лучшему, а не с тем, чтобы менять их, а не с тем, чтобы просто влиять на их умы, да, запудривая мозги и как бы уводя их, да, дезактивируя их, уводя их мысли там в область мечтаний, фантазирования какого-то, да, там, поисков каких-то там бога, там, еще чего-то, да, вот, потому что я считаю, что это недостойно, недостойно, это обман, и в конце концов, человек, он осознает, да, что, что его обманывали, и это прозрение, оно будет довольно-таки болезненным, и по-моему, обманывать людей нехорошо. Итак, двенадцатый пункт. Не дать прорасти в себе таким отвратительным вещам, как гордость, самодовольство, самовлюбленность. Политик нового времени не должен ничем особенно гордиться, да, и быть каким-то самовлюбленным и самодовольным. Тринадцать. Адекватная самооценка, умение трезво оценивать свои способности, нельзя без подготовки становиться власть имущими, к тому же не имеют для этого никаких врожденных способностей, даже автоматически управлять людьми. Гуджиев приводит фразу своего любимого учителя по этому поводу. Я никогда еще не встречал такого идиота, который, привыкнув шаркать в паре старых туфель, чувствовал бы себя удобно в нарядных новых штиблетах. Четырнадцать. Предчувствие будущего. Элита должна быть способна предвидеть надвигающиеся события. Но это способность к прогнозированию и к просчитыванию последствий каких-то своих шагов, каких-то решений. Это очень важно. Пятнадцать. Иметь широкий горизонт и хорошую память. Очевидно, что политики, которые мало читают, которые ни в чем не разбираются, которые разговаривают по бумажке, которым пишут речь и спичрайтеры, не могут считаться элитой. Но это к вопросу о спонтанности и о мышлении, которое должно постоянно присутствовать. Далее. Шестнадцать. Знание космических законов, которое способно предотвратить возникновение трагических событий. Незнание же законов это характеристика феноменальной тупости и грубости их неповоротливого мышления, процесс разрушения всего окружающего. Там, где нет развития, там действует принцип феноменальной тупости. Но вот обратите внимание, что если из страны уезжают, если ее территория пустеет, если не создается какой-то привлекательный образ страны, если она не аттрактивна, если для других, да, если она не является лидером цивилизационным, значит, скорее всего, в этой стране люди не знают власть имущей, не знают этих космических законов. И, скорее всего, они феноменально тупы. 17. Новая элита не формируется в обычных школах и не может появиться в результате так называемого образования. Но в самом деле, ведь там шлифуют булыжники и дробят алмазы, как мы знаем. Потом одни отшлифованные образованием булыжники принимают дурацкие законы, устанавливают цивилизационное рабство, гарантированную бедность и прочие ненормальные вещи. А другие считают это нормой и неизбежностью. Итак, я думаю, что для элиты важнее всё-таки иметь какое-то неформальное образование, больше общаться с умными людьми, дружить с ними. Это гораздо важнее. чем просто образование формальное. 18. Развитая психология, наличие психологической культуры. Не негодовать впустую по поводу и без повода. Именно благодаря такой ненормальности, как попусту волноваться, пришло в беспорядок функционирование из двух тел. Одно из которых планетарное, уже и без того расстроенное, а второе тело Кес-Джан, если, конечно, таковое уже развилось в них и достигло требуемой индивидуальности. Пустые волнения проистекают из-за исчезновения горизонта существования и инстинктивного понимания реальности в её истинном свете. Итак, причины разрушения на несчастной планете их две. Первая космический закон Солеонен Сиус полностью независимый от существ. Вторая причина совесть не принимает участие в функционировании их сознательного состояния. Вследствие чего действия первой причины принимают такие ужасные формы. ну вот в принципе действительно всё подвержено энтропии как мы знаем и многие цивилизации исчезли с лица Земли. Да? И это тот самый космический закон который в общем не зависит от существ видимо. Ну а вот вторая причина это совесть то есть которая не принимает участие в функционировании их сознательного состояния. Это очень глубокая вещь по-моему не знаю понять крайне сложно есть страны где эмпатии уделяется очень большое внимание и даже её воспитывают в школах я тоже в своих предложениях и политических советах писал как можно воспитывать эмпатию в той стране где я сейчас живу но к этому пока никто не прислушался оно и понятно мы имеем дело с отжившим отсталым а тем не менее может быть когда-то эти мои советы будут услышаны конечно у эмпатии есть свои отрицательные стороны как и у всего на свете но без эмпатии невозможно построить общество основанное на совести функциональное общество общество функционирует только там где есть этот момент совести это вот сознательное состояние осознанность еще по поводу развитой психологии действительно психологическая культура это то чему надо учить ну просто вот с измольством это то как люди должны реагировать как они должны контролировать эмоции вот та страна где я сейчас живу это маленькая страна я заметил у людей подавленную агрессию и это вот такое спокойствие да оно как бы ну очень как бы поверхностное такое оно в любой момент они готовы взорваться просто да и это к сожалению из-за отсутствия психологической культуры она должна быть люди должны уметь выражать свои эмоции делиться своими эмоциями конечно другие должны правильно на это реагировать и так далее правильно читать их да понимать интерпретировать вот и таким образом можно избежать этого сбоя да сбоя в отношениях и тогда будет мир это это важно кстати я думаю что из-за эмоций подавленных да и неумения с ними совладать часто невозможен диалог даже потому что это когда когда что-то говоришь кому-то и человек вдруг вдруг это кажется ему чем-то таким совершенно непривычным то что он никогда не слышал и о себе и там о ком-то да и в нем поднимается эта буря эмоций она его захлестывает просто да и сразу обрывается диалог этот очень важный человек в принципе не развивается он остается наедине со своими эмоциями просто да и и тут увы увы диалог для места для диалога уже нет вот то есть в принципе когда уравновешиваются вот эти действия двух полушарий да одно отвечает как известно за логику второе за эмоции и они более-менее гармонично развиты то это как бы идеальное положение дел скажем так итак мы говорили о причинах разрушения на нашей несчастной планете и к первой причине можно добавить что это неизбежные перемены это пертурбация это изменение развитие исчезновение одного и появление нового на эти причины человек не может влиять да они ну это причины такие как бы космические планетарные постоянного обновления а вот вторая причина связана с чувством вины с чувством сострадания сопричастности счастья и это то что от нас зависит зависит от человечества зависит от каждого из нас насколько мы совестливы насколько мы умеем сострадать насколько мы сопричастны общему и насколько велик уровень счастья человечества мы должны быть счастливыми мы в принципе должны стремиться к этому идеалу счастья об этом пишет и Гуджиев люди обязаны относиться к планете как к ковчегу спасения а друг другу как к родственникам это прекрасно то есть планета это это есть тот самый ноев ковчег на котором мы спасаемся потому что если мы обратим свой взор в космос мы поймем что больше нигде нет этих идеальных условий для жизни что мы в масштабах вселенной космоса очень маленькая планета и мы люди как ну просто какие-то микробы да это очень очень маленькие существа мы должны конечно понимать что другой планеты нет и быть не может для жизни именно здесь есть те самые условия идеальные для нашего существования поэтому к планете надо относиться очень бережно не надо заботиться и конечно заботиться друг о друге потому что мы все родственники мы все человечество мы единое человечество поэтому вот это есть тот космический уровень сознания который должен быть у политиков нового времени и которого нет у вот этого отжившего отжившей массы политической националистической которые думают что интересы этой одной страны какой-то так важны прямо и что это такие какие-то великие люди живут которые превосходят всех остальных ничего подобного ничего подобного те кто так думают скорее всего страдают просто комплексом неполноценности и какой-то неадекватной самооценкой мы все люди и мы все равны и мы должны относиться друг другу как родственникам вот а к планете как к ковчегу спасения спокойство это никчемная эмоция которой нету элиты знающей что есть вещи не зависящие от нее такие как смерть и исчезновение есть вещи зависящие от них как счастливая жизнь всех и каждого элита не боится элита не боится воплощать в жизнь общую мечту это важный урок Георгия Ивановича Гурджиева спокойствие надо спокойно принимать судьбу надо спокойно принимать неизбежное есть вещи которые не зависят от наших усилий просто вот оказывается но побеждает одно другое как-то уходит в тень в небытие это нормально звезды загораются и гаснут человек там рождается и умирает то же самое касается и культуры и языков и стран цивилизации и так далее есть вещи неизбежные и с этим ничего не сделаешь не надо здесь проявлять какое-то беспокойство какую-то тревогу панику это просто надо принять и все и все понять что не все от нас зависит и мы не все можем контролировать и не на все можем влиять но мы в принципе обязаны приложить усилия вот максимум усилий там где мы реально можем кого-то осчастливить например да просто спросить а вот что вас сделает счастливым и у людей спросить у граждан у жителей у резидентов что вас сделало бы счастливым какая зарплата например да и постараться уровень зарплаты поднять до вот этого уровня потому что люди в принципе довольно-таки адекватные и здравомыслящие да и большинство то они гонятся там за какими-то миллионами и миллиардами им это не нужно но вот обеспечить их тем что они хотят это вполне в силах власти и кстати говоря в некоторых странах ведь это все достигнуто вполне там взять Норвегию там и так далее то есть будущая политическая элита воспитанная на книгах в том числе Георгия Ивановича Гурджива должна понимать что от них зависит счастливая жизнь всех и каждого и что она и предназначена для того чтобы сделать создать эту счастливую жизнь для всех и для каждого вот элита не боится воплощать в жизнь общую мечту так что на этом я бы хотел закончить анализ одной стороны этой книги Георгия Ивановича Гурджива который связан с его политическими мыслями и с моей интерпретацией этих идей политических и пожелать вам размышлений комментируйте думайте давайте менять этот мир к лучшему давайте не будем обманываться давайте будем следовать за мыслями и мыслям великих индивидуальностей великих мыслителей и пытаться их как-то воплотить в жизнь именно для именно с этой целью они и писали книги и оставили нам это наследство духовное чтобы когда-то оно материализовалось и стало бы наследством в том числе материальным удачи вам до новых встреч